Ситуация на Донбассе стабилизовалась. Боевики с начала суток только 8 раз обстреляли позиции в УСУ, сообщают в штабе ОТО. В то же время украинским бойцам приходится противостоять не только пророссийским наемникам, но и украинской полиции. Набирает обороты скандал с задержанием нескольких военных в Авдеевке. В чем они обвиняют местных правоохранителей, в ситуации разбиралась Ирина Баглай. Положили на спину, били по животу, отсюда пакет, противогаз надевали, наручники придавливали. Олег, военнослужащий 72-й бригады, с горечью вспоминает тот день, когда его задержали авдеевские полицейские и в местном отделении избивали. Душили, силой выбивали признание в убийстве. Стоял на посту, подошел мужчина, предложил телефон купить. Я его купил. Потом 11 числа приехали ко мне прокурор, забрали в Авдеевский райотдел. Откуда взял телефон, типа он криминальный, что убийство на нем бесит. Днем позже, без объяснений, из расположения воинской части силовики вывезли и товарища Олега Александра. Потом шестеро суток они провели в Дружковском райотделе. Сначала в неофициальном статусе подозреваемых в убийстве, позже в качестве свидетелей. Уже там бойцам подсовывали документы о переводе в другую бригаду с просьбой о защите от их командования. Якобы ребята боятся преследований. Принесли працівники Дружківського поліцейського відділення. Вот все, нате, вам вже написано на насточку, перепишіть. Кажу, я переводитись не хочу. Вони потом сказали, что напишіть формальність. Все это время пехотинцы были без связи. Телефоны отобрали, а командование искало их своими силами. Когда же возможность связаться появилась, звонить уже просто опасались. У меня прослухувався телефон. Даже после я сказал бригаде, где я нахожусь в данный момент, меня могли взяти и перевезти в другий місце, забрать телефон. В статусе свидетелей, но фактически под арестом. Без адвокатской помощи Александр, который полгода воевал в промзоне, даже представить не мог, что ему придется выучить на зубок статью Уголовного кодекса и защищать себя от произвола полиции и прокуратуры. По обращению командования бригады, омбудсмен открыл производство по факту нарушения прав военных. Открыто проважение понаваженного справа людины. За результатом отриманной нами информации, будет ответственно проважение або на Генеральную прокуратуру, або на Министр внутренних справ. В 72-й бригаде не скрывают радости, что нашли своих побратимов. Готовы бороться за них до конца. Я просто не могу понять, за что мы тогда боремся на промке, на шахте и на всем остальном, за что бригада тут стоит, если у нас в стране творится такое беззаконие. Тех людей, которые защищают эту страну, пытаются унизить. Оба бойца написали заявление, что предыдущие документы подписывали под давлением. Теперь с нетерпением ждут, когда вернутся к своим. На нулевые рубежи, где на каждом шагу смерть, но не бьют в спину. Хочу вернуться назад по Братимовску и находиться вместе с ними, потому что им надо поддержка моя. Образили то, что несправедливость. Нема справедливости, что полиция, что была милиция, а что полиция ничего не поменялась. Что как был беспредел с их стороны внутренний, что нема нормальных выборов кадров. Знаешь, что спины прикрывают, а тут наоборот. В Донецкой полиции и военной прокуратуре пока молчат. На все наши многочисленные запросы ответили «Ждите». Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Ирина Баглая, Донецкой области. Ирина Баглая, Андрей Костюк. Ирина Баглая, Альба Баглая окружалась.